Я думаю, каждый из нас гонится за индивидуальностью, и все мы так или иначе хотим выделяться среди остальных. И в CSGO мы пытались сделать это путем своего персонального заднего фона. И не важно, будь ты стример или обычный игрок, сама возможность сделать свой бэкграунд в игре доставляла своего рода удовольствие. И так как нас настигла новая эра CS2, в данном ролике я расскажу вам, как создать свой фон именно для нее. Причем сделать это может абсолютно каждый, даже тот, кто не шарит в картостроении. Поэтому приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали. В очередной раз хочу порекомендовать вам HellStore, где вы можете испытать свою удачу и выбить топовые скины, играя всего в 4 режима. А это всеми любимый классик, где ты в общак скидываешь оружку и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Знаменитый коинфлип, где вы один на один подбрасываете монетку и на чьей стороне удача тот и забирает весь куш. Ну и конечно же колесо, где выбираешь ставку и ждешь прокруто. И новиночка краш, выбирайте значение, если на экране линия пройдет его, вы победили. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. А еще, если используешь мой промокод при пополнении, то получишь 2 доллара на баланс. Так что не теряй времени, ссылочка в описании. Ну что же, несмотря на то, что на момент записи данного ролика КС-2 пребывает в закрытом бета-тесте, актуальность его будет и после релиза игры, так как все нужные файлы и инструкции я буду обновлять в описании под данным роликом. Разумеется, разработкой способа я занимался еще до официальных инструментов, благо скрипты, панорамы, АК, меню игры содержали кучу полезной информации. Ну и как вы могли убедиться либо сами, либо при просмотре какого-нибудь ютубера, в новенькой КС-2, в отличие от КС-го, теперь на фон ставится не просто видеозапись, а специальная карта с припиской Vanity, что дает нам кучу возможностей для кастомизации заднего фона. Для примера я портировал часть карты из игры Portal 2. И вы сами, глядя на экран, можете убедиться, что теперь возможностей у задника стало намного больше. Например, осмотр персонажа я могу переместить на любой участок карты, или вообще создать отдельную комнату для любого вида осмотра. Плюс для пущей красоты можно еще и накидать анимированных моделей. Но, к сожалению, терпения у меня не так-то много, и я компилировал карту на лоу настройках. И не сильно-то парился, чтобы перерисовать текстуры под нынешний движок, чтобы показать вам прям всю прелесть графония. Но все равно, скачать данный пример вы можете по ссылке в описании. И да, версию данного задника я буду потихоньку обновлять. Так что захаживайте на этот ролик и проверяйте дату обновления. Но давайте все же переходить к сути. Я сделал два варианта для создания своего фона в CS2. Первый вариант для тех, кто не разбирается особо, как создавать карты. А второй, как вы поняли, для прошаренных. Ну или для тех, кто хочет заморочиться. И начнем, разумеется, с первого варианта. Дело в том, что я создал vanity карту, в которой вместо окружения у вас будут статичные задники с изображениями. В стиле старой доброй школы а-ля CSGO. И все, что вам по сути нужно будет делать, это просто заменять файлы с изображениями на свои. В архиве под роликом будет сама карта и исходники трех материалов и изображений, чтобы вы могли в инструментах CS2 их заменить и скомпилировать. Сама же карта заменяет задник от второго даста. Ну а менять вы можете три фона. Это осмотр музыкальных наборов, осмотр оружия и, разумеется, главного меню. Ну а на осмотре персонажей, граффити и открытия кейсов будет появляться старая добрая моделька из CSGO. Более подробно, как всем этим пользоваться, будет описано в инструкции с архивом. Второй же вариант, как вы поняли, для более прошаренных, ну и тех, кто имеет возможность компилировать карты, так как у них есть поддержка рейтрейсинга. И все, что им нужно, это просто скачать архив с картой, в которой уже все настроено. И, разумеется, открыть ее в редакторе и строить свое окружение. Либо же использовать ее как префаб к уже созданной карте. Но есть, ребята, одна хитрость. Дело в том, что по непонятным мне причинам YouTube глушит мой канал, из-за чего просмотров маловато. Поэтому первый вариант я выкладываю вместе с релизом данного ролика. Ну а второй для прошаренных я выложу после того, как мы наберем 200 комментариев и 5000 лайков по данным роликам. И, как говорил ранее, данные варианты я буду постоянно улучшать и обновлять. Ну а также, помимо этого, в будущих моих роликах будут появляться мною созданные задники для CS2, которые вы сможете скачать именно под этим роликом. Поэтому я надеюсь, вы не обделите меня лайчиком и комментарием. Ну а так, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok